Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй вам ночи. Я не знаю где и когда вы смотрите нас, но у нас. 17 на 0 по Москве, 5 вечера по полудни. В эфире любите и жалуете юношеская футбольная лига 1. Здесь Гузюк 11, я Артем Кокарев, 21 номер. Алексей Мударов, 25 стартовый свисток, продолжая с составами. У арбитров невероятно сложная работа. Нужно ведь еще и помимо прочего добегать во все места в полной концентрации. Поэтому опасный момент выручает вратарь. Нужно обратно в центр. Неплохие индивидуальные действия в виде дриблинга. Пас вперед разрезающий. Передача направо и дальний удар. Это было красиво. Нет, от другой стороны стоит игру упустить. И пожалуйста, страсти полыхнуть так, что этих карточек будет уже никак не избежать. Великолепная домашняя заготовка в исполнении зенитовской команды. Мама моя, ничего себе, вора заиграли это в хайлайты, господа хорошие. Вот это было очень и очень тихо. Он сказал поехали и махнул ногой. Так, передача. Ох, мама! Честная. Вот это да. На чистых фактически воротах. Игра на кратке. Неплохо. Мяч доставляется в опорную зону подачи в штрафную площадку. Весело! А попади посерьезнее. Мяч влетел вообще от коворота. Но на 33-й минуте счет по прежнему. Хотел было свистнуть Антон Силин, но почему-то решил этого не делать. И мяч в втором площадке зенита. Момент опаснейший возникает здесь. И колобок укатывается на угловой. Я не знаю, то ли я просмотрел эту табличку. Вы знаете, я не хочу это говорить. Но ощущение у меня такое, будто бы перед нами команды, которые... Момент опасный возникает! Матерь милая моя. И зенит быстро проводит свою атаку. Пытаясь играть в индивидуальном стиле. С акцентом на обводку. А это уже удар. И пожалуйста, мяч попадает в перекладину. Красиво. А вот это уже была командная игра. Ну, с другой стороны, наверное, и снова смечает акцент атаки на левый фланг. Попытка обвести мяч. Себя. Подача по вратарю. Мяч за лицевую даже не уйдет. Все в порядке. Денис Драгон надежен, как скала. Всех объявили. Никого вниманием не обделили. И длиннющий удар! Мама моя, что это было? Я не верю в то, что вижу. Но это чудо-гол. Это шедевр. Ни фраз, ни слов, ни междометий. Вот уж зажгли парни вечерком. Мама, нужно, сколько же, почти час времени нужно было терпеть. Уже успела насчитаться. Ну, о чем это говорит? Это говорит, в первую очередь, о том, что команда крайне неуступчивая. Ой, мама милая моя! Слушайте, ну, я, конечно, все понимаю. Разные бывают ситуации в футболе. Но это же трагедия. 1-1. Если первый мяч курьезным, я бы, пожалуй, все-таки не назвал. Там удар получился абсолютно сумасшедший. Правым флангом Лукошников неплохо сплестился в центр. Удар! Опа! Драгон! Умничка! Удар был непростой. С отскоком в ближайшем. Ну, справедливости ради. Надо сказать, не только он. Мяч закручивается во Вратарскую. И удар по воротам. Планка! Мать моя милая! Вот это да! Ой, моменты! Ребятки, какие дела! Ничего себе! Представляете, вот так вот выйти и стать героем матча. А это что еще такое? Это передача. Надали угол в Вратарской. И оттуда пошла. Очень опасная игра. Дар по воротам проследовал. Добывает. Так. Ну, что поделать. Ой, момент! Это было очень красиво! Зенит забивает мяч, который, быть может, станет победным для сегодняшних гостей. 76-я минута встречи. Каким образом этот Голиадор оказался один, без прикрытия вообще? Как ему там, вблизи вратарской, дали пронять этот мяч на грудь? Вот и смотрите еще раз. Опа! Вообще! Давай тебе мяч познакомимся. Из-за боковой. Здесь никто никого держать не должен. Что и происходит. А здесь близко не было нарушения правил. А как насчет прострельной придачи? И попытка переиграть вратаря ударом в ближний угол. Если сейчас Зенит забивает мяч, то все. Это будет игра сделанная. Но нет. Низ Драгон оставляет своей команде. Две минуты уже завершены. И все говорит о том, что этот матч завершен. Я благодарю вас за внимание. Все сказанное уже не воротить. Как и все сделанное. 1-2. Победа гостей. Победа гостей.